Это, мне кажется, столько, сколько в сумме у всех игроков из каждого, какого-то героя. Да-да-да. Очень много. Не, ну он действительно собаку сделал, как ты, верно, отметил на визаже. Это не было в обвинении. Тут и Далон уже есть. Кстати, много давления. Тоже нам погибнуть здесь. Да, хаос. Слушай, пока живёт. Есть тычка. Ах, добивает его неприятно. Килыч и Лейса достается. Роджер, тебя же вроде сюда поставили в секьюрите. Или как? Берёшь крепусечка, заходишь сзади Роджера. Тоже же тут перекидывать. Ребята. Это Габелла, там заряд утром уже. Дамы же однозначно должно хватать. Это минус 2. Тень часа совсем недавно вернулась на линию. Немножко сюда. 40 хп, правда, остаётся. А там, кстати, агрессивный смок под ультимативный от сапиков. Можно на кого-то напасть. Имеется здесь визаж. Вот если забрать Дахака, то игра повернётся немного в другом направлении. Схватит его или нет. Пока что замедление Дахао. Подседает по хп. Летят сюда портимаркиз. Отпытается Роджер как-то захилить, но если Мэйд уже не спасти. И сама Энчантрас убежит или нет. Не уходит, походу, отсюда Энчантрас. Смотрите, на суть закончится Панга Энчантрас. За ней гонятся три героя. У неё нет никакой подкрепы. Она ещё без ульта. Книжка только доехала. Пангольере. Это шанс за Ленгит. Свою. Перец. Птички на топе Дахак ищет, находит Номана. Ай-яй-яй, шардик, не шардик. В шардике нажимает бульдимейт. И покатился. А там Санейка. А ты прав, Санейка немножко не в позиции. Он всё-таки далеко. Егиса не хватает. Кстати, дальше Эгиса куда он делся? Белая Егис ДПшки? Вообще странно. Был же. Мог он закончиться? Да, только что. Тропа подсказывает голос в голове мне как-то. И что они сделали за Егис? Ну, сломали. Да, вот тут блокхолл, кстати. Ну, слушай, если ты не можешь в ВС этого героя нажать блокхолл... А теперь готовые шивы на квапе. Расканили, кстати, оппонентов. Возможно, будет прыжок. Там птицы. Уже на чеке. Ну, Ван готов покатиться или нет. Будет летать вперёд, возможно, скаутить оппонентов. Да, он покатился здесь. Так, позиция находится... Блокхолл, есть слаб, отлично. А тут герои закрываются. Сам, конечно, Санейка подставляет. Но это не страшный Соник выпучит дверим. Сколько же дэвидж от Бэтбул? Ну, а теперь надо набежать. Вы дали все сплы, да, красавчики. Ну, а теперь надо бежать. Он не слышит халпу, который ничего не даст. Ноль урона. Погибает уже Марси, погибает Пангольер. Как уйти в Витюну? Боюсь, что сложно. Ути? О, как и ДП. Он не первый раз играет на ДП, это сразу видно. И Бэтбул просто разваливает своего оппонента. Уйдёт в Енигму. Нет! Станут Санейка. Это минус 5 от Бэтбул, друзья. И опять Соник выпучит. Они играли чётко две игры с визажом. Сто процентным упором на него. Почему не забанит имя? Да. Или почему не законтрит? Почему ты банишь Виверну вторым? Почему? Ведь всё он подставляется. Хотя нет, подставляются его тимы. Минус, кстати говоря, Марси довольно быстро. Можно стасить 100. Но здесь ещё и Соник. Витюн, надо убегать. Смотрите, Мартиза защитная. Натайса можно пробить. Катается, ну, он пока что неплохо здесь. Но я напоминаю, что Натайса с Айегисом он съел в себя два ульта. Всё окончилось в Наре. В Наре нету ничего просто. Они пытаются сразу убить инстатур, раз ДБшку. У них ничего не получается. Так тут не только у Сонека. Здесь и у Инчи очень много. Инча там уже полноценный корм. Это та самая игра, где Роджер нафармел больше, чем Тахак, кстати. На тройке, грубо говоря. Нападение здесь на того самого Роджера. Но тут даже четвёртку пробить не получается толком. Натайса с Аганимом. Понятно, что Мартиза пытается радовать. Ой, Соник. Ой, фонторонный подвоим от Ларла. Какая же красивая игра. Будет падать третья страна. И похоже, что Бутбум здесь готова побеждать. Но всё ещё тешится надежда у Лейса. У него откатится бутбол. Нет, ну вы хочешь, конечно, посмотреть с утра пораньше нормально хочется. Да. ГГВП, нет. Ну Лейс, ну прыг. А не, блин, блин, сбитый. Райспак сбивает блин. Али ГГНавиа. Бутбум пока не ответили. А, он ответили. Всё. Чичи 1-0. Субтитры сделал DimaTorzok